Всем привет, друзья! С новой серией вас! Если вы приготовили какую-то еду, то приятного вам аппетита, ну и конечно же хорошего настроения. Устраивайтесь как можно более удобно. Есть определенные сложности с захватом Эмин Арнена, это то, что Мордор ведет сюда серьезное подкрепление, но есть и возможности. Давайте подумаем, если мы зацепим вот этот отряд и к нему на помощь выйдет целая армия гарнизона Эмин Арнена, то у нас будет возможность затем зайти в пустую крепость, то есть взять ее почти даром и прямо под носом у огромных армий, которые враг ведет к Эмин Арнену для того, чтобы не дать опустошить эту крепость и потерять ее. Но нам нужно продумать план Б. Допустим, мы захватываем эту крепость, но враг подводит очень серьезные войска, с которыми нам не справиться. И мы понимаем, что крепость нам не удержать. Что мы делаем? Я думаю, мы должны приготовить себе план к отступлению и это будет наш флот, с помощью которого мы сможем увезти войска. Так, флот готов. Сесть на корабли мы сможем. Теперь план захвата. Все выглядит очень хорошо, но есть опять же одно но. Нам нужно оставить один отряд хоббитов на тот случай, если мы ударим по врагу, разобьем их армии, а хода не хватит, чтобы зайти в крепость. Хоббиты выполняют эту функцию тех, кто зайдет в крепость. С кем мы имеем дело? Мы имеем дело в основном с четырьмя отрядами лучников и тремя отрядами пехоты с одной стороны. И орками-грабителями в качестве тех, на кого мы непосредственно нападаем. Так, а как бы это все теперь красиво и хорошо оформить? Правильное нападение. Кого нам надо брать? И где же будут эти орки? А вот в чем вопрос. Допустим, мы сначала справимся с отрядом, который поменьше. Или нет? Нет. Мы не будем так делать, потому что те могут развернуться и будут проблемы у нас. Мы выставим наших серьезных лучников где-то здесь. Остальных мы дадим врагу даже, наверное, возможность объединиться. Выставим здесь. И пехотку тоже выставим вот здесь. Так. Ой-ой-ой, как далеко расположился враг. Но это даже и к лучшему. Я бы не достал его. А вот подкрепления к противнику идут очень даже с хорошей стороны. Вообще идеально. Быстро. Мы сможем их атаковать, пока они еще в дороге. Сейчас посмотрим, как это сделать максимально. Пока они не размыкали строй и не стреляют по нашим. Отправляем все наши силы. Стреляйте. Молодцы. Но на единичке будем управлять этим всем движением, потому что очень опасная ситуация. Нам надо расстрелять лучников как можно больше и не допустить их к нашим слабым войскам. Потому что отряд полководцев это еще может пережить. А вот давайте, давайте, пока они не разомкнули строй. Или пока они его размыкают, должно умереть как можно больше лучников. 90, 84. Тут аж два отряда. О, давайте по урокам лучше постреляем. Но следим за тем, что происходит. Где враги, где пехота. Лучники-то разомкнули строй. Уруки пошли дальше. Поливаем врага. Еще ничего толкового не успело случиться. А мы уже разбили какую-то серьезную часть армии противника. Так, уруки получают от нас на хлебушек. Они тут самые опасные стрелки. И уже серьезно и быстро гибнут. Орки-грабители, орки-копейщики. Вот это вот посерьезнее. Можно даже разделить наши отряды на две группы. И, к примеру, давать им разные цели для атаки. Пусть бьют орков-грабителей. С уруками пока справились. И смотрим, чтобы враг не подходил к нашим позициям. 68. 120. Пехоту надо выбить. Без пехоты враг без помощи. И следим на мини-карте за тем, что делает другая часть вражеской пехоты. 115. 85. Вроде все идет замечательно. Пехоту выбиваем. Там копейщики погибают. В общем-то, можем сейчас даже... Ну, хотя мы терпим обстрел. Пока нормально. 112. 109. Здесь 14. Переключаемся на разведчиков. Возвращаемся к урукам. Хорошо похлестали копейщиков. Их там осталось совсем чуть-чуть. С орками-грабителями такого не удалось. И начинают умирать орки-грабители на другой стороне. Так как у нас тут тоже есть лучники. Надо успеть вовремя потом убрать наши отряды. Куда подальше. Особенно речь идет о пехоте. Вот, к примеру, сюда их отвезти. Что у нас выходит? 69, 101, 14. Сколько у вас здесь отрядов? Он еще... А, нет, это линия. 90. То есть, 3 отряда разбить, и все хорошо будет. А вот теперь ребята, видимо, решили возвратиться. Сколько у вас здесь эффективно вы обстреливаетесь? 47. Есть шанс, что... Нет, наверное, шанса нет, что мы не дадим даже подойти к нашим. Этим еще далеко. 43. Давайте стреляйте. Чем больше вы стреляете, тем больше врага мрет. Чем больше врага мрет, я бы даже не туда отступал, а все-таки за спину своим. 37. Еще два залпа смогут сделать, но этого недостаточно. Смотрим, как там далеко. Наши ребята, переключаем их на орков-грабителей. 24. Уполовинили. Ну, может, надежда есть. Во всяком случае, прогнать. 19. 18. Ой, давайте, давайте, убивайте их. Я знаю, за кем они охотятся. Им интересны вот эти вот мои ребята. А мне интересно, что там вверху происходит. Нет, вроде нормально. 11 колеблются. Ой, хорошо. Все, разбили. Эти нам не опасны. С лучниками, я так понимаю, мы там вдалеке тоже справляемся. Переключаемся на вражескую пехоту. Нет, пятеро. Смотрите, что-то еще. На что-то еще рассчитывают. Грабители бьем. Теперь грабители. Они у нас опасны. И уруков. И уруков. Всеми силами бьем уруков. Я так понимаю, здесь, если остались какие-то разведчики, то мы их потом в рукопашную добьем. Самое главное, что лучники уруки разбиты. Здесь какие-то остатки, недобитки валяются. Полусгнившие уже. 43. Отлично. С десяток убили. 78. Тоже неплохо. Сейчас будем разделять. Пехотой даже не будем участвовать, пока заряды не кончились. Пехотой отступаем. Уводим. Тут, конечно, рассчитывать на то, что мы их сильно подавим, не приходится. Но заставить их побегать определенно мы можем. 73. Телохранителей осталось 13. Ой, как замечательно. Правда, там еще есть копейщики. 70. О, хорошо. Начали умирать. И враг отступает. И запасы стрел кончаются. Вот это вот маневры им будут стоить целого десятка отборных орков. 9. Давайте копейщиков расстреляем. Было 70, добралось 50. Сейчас еще один залп и будет вообще 45. Так, теперь отступаем. Теперь опасная ситуация. Те, кто в спину пусть стреляет, а все остальные осторожненько. Только копейщики, только хардкор. Так, отступаем мы нашей пехотой. Я вообще не хочу никаких потерь. Некогда даже отвлечься. Посмотреть на то, что происходит с этими нашими ребятами. Возвращаем их. Раскидали. 36 уже. А было ведь 70. 35. Все, отступаем. Нет, не даем подойти даже. И мне интересно, остались ли тут какие-то стрелки. Ага, остались. Значит, останься, достреляй их. Это у вас в отдельный корпус. Давайте. Сюда. Да как так-то, ну? Чего вы творите? Одного убить смогли. Давайте копейщиков расстреляем. Четыре. 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 Ох, как все жадно пытаются добраться. Давай, давай, давай. Перед самым носом у них. Молодцы. Все, теперь отступаем. Тут важно догнать. Догнать. Где враг. Разбить остатки. Все, достреляли. Все, достреляли в сторону. Убегаем. Навстречу. Те, кто ты же нам помешу с estate. РапLED. Те, ты что, до St. Yoo, дояра. Те, дошeu. Те, дошу. И загоняем вражескую пехоту. Ох, мне бы еще по полному колчану. И вообще без каких-либо потерь я обошелся. Хотя тут потери восполнимые. А ну давайте. Развернемся, залпанем. Эх, залпанул один. Уходим, уходим, уходим. Все, в атаку. В атаку, ребята. А мы уходим. Тут 18, опасненько. Кто-то нас там так настреливает жестоко. Так, фражинку разбиваем. Урки-копейщики. Вот теперь можем набрасываться на все остатки, которые тут у врага есть. Семерка разведчиков. О, вот это вот самая серьезная цель. И кто тут столкнулся? Наш военачальник с вражеским. Кто бы мог подумать, что такая удача? Военачальник на военачальника. Ладно. Разбили врага. Догонять некого. Идем добивать. Закрывать. Уничтожать. Главное обратить в бегство. Сила. Вот тут враг действует с нами так, как мы действуем с ними. Так что всем сюда. Пока мы загоняем один отрядец, они постреливают там. Знаете ли, по нашим. Остановились, а нельзя. Так, разбили. Молодцы. Продолжить битву нам надо не дать сбежать никому. К сожалению, дали отсутствие кавалерии. Если в крепости угнездится хотя бы одно воронье вражеское. Хотя бы одно воронье. Ну, то, что мы вражеского полководца убили, дает нам шанс повышенный на то, что не угнездится. Но если хотя бы одно воронье угнездится, тогда будет конец всей нашей операции. Так. Выход из боя. Это наша победа. Два и шестьдесят. Шестьдесят это много. Могут и угнездиться. Представьте. Как же это будет досадно. Ну, победа, конечно, всегда хороша. Доказнить их всех. Нет, не угнездились. Ой, хорошо. Эмин Армен наш. Осталось только протянуть руку и взять его. Вот только вопрос. А стоит ли это делать? Ну, и отступить, убежать мы не сможем. Да, выбора нет. Стоит. Стоит брать. Наше оно. Ограбить, конечно. Что тут у врага есть? И главный вопрос. Какое оно? Все, одни прислужники Мелькора. Ничего нашего. Если я разорю, то восстановление Эмин Арнена ляжет на плечи Гондора. Так, уходим сюда. И отсюда уже будем действовать. Эмин Арнен пока не продаем. Ясное дело, он нам поможет. Если мы сможем разбить два отряда. Так, отряд уруков. Два отряда Стражи Морана на полных. Отряд лучников уруков. А Лакхай, спешные черные Нуминорцы. Это разве что я их разобью, если они... Ого, три отряда Морана на будет. Два отряда Орков. Нет, мне кажется, если эти все ребята объединятся, то мне самое время... Бежать отсюда. Че стоите, союзники? Самое время бежать отсюда. Так, этот бой я выиграл. Теперь, теперь, теперь решение, что делать тут. Я должен одолеть врага в таком противостоянии. Один отряд пехоты. Раз, два, три, четыре, пять отрядов лучников. И это при том, что у них тоже лучники есть. Причем неплохие. Стража Морана на урке Громилы и уруки с алибардами. Самый главный вопрос, который и предопределит, что с ними делать. И главное же не подвести никого. Хотя можно подвести. Но это будет уже нечестно. Самый главный вопрос, сколько? 13.89. Ага, немного. Это те недобитки. То есть шанс есть. Так, сохранимся. Для меня очень важно одержать победу, но при этом самому... 14.11.89.127. Да у меня все шансы. Вперед в сражение. Героя дня получать. Еще один отряд стрелков. И это очень сильно усилит мои шансы на то, что Торренбург и всякое остальное. Вражие неприятное. И сам Дон Гулдур. Никогда не выйдут из-под контроля. Развертывание войск. Подходите. Разделяй властвы. Стрелки. Стрелки. Сразу же попадут под обстрел наших. Дождь. Плохо. 10% армии врага уничтожено. Марананцы не идут вперед. Орки громилы разбиты. Но вы не тех лупите. Вы давайте вот уроков с алибардами. А вы давайте даже стрелков частично. Стрелки такие противные твари. То, что пехота не подойдет, в этом я даже не сомневаюсь. Есть силы ее расстрелять. А вот то, что у нас урки лучники будут резать по-живому. Их надо как можно скорее уничтожать. Семьдесят один. В сторону. Какую-то часть будем отводить. Скоро надо этих отводить, потому что долго идут. Долго убегать будут. Да, давайте отступайте. Стражу Марана на Атакути. Те самые такие неприятные. Все еще четырнадцать. И это при лобовой стрельбе. Этих уже шестнадцать. Они явно не доходят. Погоняем лучников. Вы шутите их? Все еще четырнадцать? Давайте разворачивайтесь. Теперь другое дело. Но убить их все равно сложно. Орков отогнали. Развернулись. И убивать. Теперь можно ставить время на шестерочку, потому что дело не за многим. Продолжить. Дострелять. Кого можете. Геройство ради. Все. Выход из боя. Наша победа. Восемь на двести двадцать девять. Хотел собрать в долг гулдуре недобитки, но эти недобитки расползаются, как тараканы во все стороны. И сливается, сливается, сливается. Смерть им. Хорошо. Молодцы. Победа наша. Героя дня не дали. А ведь командир-то тут Арагорн. Ему не дали героя дня. Чего же вот так? Все. Никто никуда пойти не может. Теперь решить, что делать с этой армией. Я думаю, король-чародей, даже если он кого-то здесь наймет за ход. Сейчас я проверю, нет ли у них тут отправленных куда-то не туда армий. Все равно ничего с этим поделать не сможет. А мы можем выступить. Правда, при даже самом удачном стечении обстоятельств, полный стэк мы не осилим. Все равно. С такими-то танковитыми, спешенными черными нуминорцами, уруками, стража Моранана. Остальное все слабенькое. Ай. Так. Мне важно знать, идет или не идет что-то на помощь. Тролли, спешеные черные нуминорцы и куча всякого барахла. То есть мы можем не успеть. Туаренбург пока что хорошая цель. Но реально, либо побежать, успеть попробовать, поверить в то, что успеем. И Дарвини он у нас остается, но он остается на следующую серию. Его мы возьмем в следующий раз. Куга вот впереди маячит. Такой доступный, такой желанный. И на этом ходу мы по-любому кого-то продадим. А значит, можно смело на деньги заказывать новые войска и силы. Войска и силы. Вот же вопрос. А, нет, не войска и не силы, а в карн-думе строить мастерскую баллист. Вот что нужно. И топорщиков в торбадах из-за того, что идет слух от наших шпионов, будто эльфы проигрывают. И нужно усилить нашу мощь в защиту. Смотрите, Рохан тут таки справляется. Давайте побольше топорщиков. Наберем топорщиков, сведем сюда и затюкаем морю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 отрядов дополнительных. Сейчас мы могли бы осадить морю, но нечем. Нет войск. Хорошо, друзья. В следующей серии уже будем все вопросы решать с тем, что делать с морей. Осада Дарвиниона. Хорошо, что получилось захватить Эмин Арнен. Я думаю, что мы даже некоторые постройки... Ладно, решения примем уже в следующем ходу. Может, сейчас они нам и пригодятся. Удачи вам и хорошего настроения.